Сейчас прекрасное время для того, чтобы сделать выставку, потому что неизвестно, что будет через недельку-две. И художники, конечно же, изголодались о выставках, потому что ритм последних многих лет был очень активный. У многих художников было по 1, 2, 3, 5 проектов в год. Это было в разных странах, и Евросоюза, и внутри страны Эстонии, кого-то на родине. То есть как-то очень активно. И, конечно же, художнику для того, чтобы творить, ему нужно вдохновение, ему нужно движение. Он должен понимать, то есть его стимулирует. Вот эта галочка в календаре, что такого-то числа через 3 месяца у тебя выставка. Это очень хорошо стимулирует. Хочется написать новый проект, хочется придумать что-то новое. Таким образом ты растешь, ставя себе какие-то галочки в календаре. Ставлены из новых 4-5 работ, но еще все не поместились здесь. Здесь потом были портреты на заказ тоже, которые ушли клиентам. И невозможно их сейчас показать. Многие уехали из Эстонии. Так что очень интересно. Мне интересно писать и портреты, и цветы. Портреты, потому что это личность человека открывается, когда ты пишешь. Потом хочется написать человека красиво. То есть найти в нем то самое лучшее, и как бы его написать. Ну, наверное, как любая женщина и мужчина тоже. Мужчина ведь тоже павлином, любит себя видеть красивым. И характер должен, надо уловить, поймать. То есть такая тема многогранная и очень глубокая, и совершенству нет предела. Так что вот то, что интересно, над тем хочется работать. И, конечно же, нужно делать выставки, чтобы это показывать. Поэтому мы благодарны Ниазе и Азербайджанскому дому за такую прекрасную возможность представить свою творческую выставку двух художников. Потому что мы все-таки семья, и пишем вместе в одной студии. И это все у нас так кристаллизуется. И что-то обговариваем вместе, советуемся, спорим. Но, тем не менее, это прекрасно. Ну, вот это фактически первая выставка в этом году. Потому что из-за коронавируса отменились все выставки в Великобритании, в Швеции. И поэтому мы очень рады, что получился этот проект с азербайджанским домом. И мы постарались с женой выставить самые лучшие картины, которые есть сейчас в наличии. В основном картины это 2020 года, но есть несколько работ 2019-го и самые буквально 2-3 работы 2018-го года. Мы просто постарались отобрать по качеству самые лучшие. Потому что зал Ниги не очень большой. У нас, может быть, будет в октябре выставка в дизайне и архитектуре. Так мы уже сможем выставить на порядок больших картины, в том числе и ныненных широких и интересных дизайнеров. Сегодняшнее мероприятие был посвящен Дене народа в Эстонии. Как вы знаете, 32 года назад форум народа в Эстонии организовал форум национальных меньшинствах в Эстонии. Создали этот форум. Один из учредителей этого форума был Азербайджанская община в Эстонии. И сегодня очень символично, что в рамках этих дней народа в Эстонии мы организовали выставку очень известного, талантливого украинских наших друзей Дмитрия Добровольского и Нины Добровольского. И несмотря на нашу пасмурную погоду, вчерашний шторм, их творчество, их работы дают нам тепло и солнце. Смотря на эти картины, на самом деле, почувствуешь себя в Украине, даже в Азербайджане, если бы почувствовал сегодня такой теплотой. Правда. И сегодня отрадно, что сегодня еще известный наш художник в Доме учителей Ров Шамбей сделал там выставку. Так что сегодня день азербайджанской культуры или азербайджанской искусства. Мы сегодня находимся на выставке украинского художника Дмитрия Добровольского. Но эта выставка проходит в Доме азербайджанской культуры в городе Таллин, в Эстонии. И такой проект, который посвящен Дню народа в Эстонии, который завтра будет к завтрашнему празднику. Который показывает, что для культуры сегодня нет границ. И культура может объединять разные народы, независимо географически, эмоционально. И в нашей маленькой мультикультурной теплой Эстонии все эти культуры согреваются. И могут проявить себя, показать в виде картин, в виде азербайджанского гостеприимства. И еще раз поздравляю с Днем национальных культур Эстонии. Желаю всего хорошего, развития культур и добра и счастья нашей маленькой Эстонии. Украинский художник, который представляет Эстонию. И это особенно символично накануне Дня народности Эстонии и Дня единства народов. И несмотря на то, что мы знаем сейчас тяжелые времена, и не во всех странах мир и дружелюбие между людьми, но тем не менее отрадно, что в Эстонии это совокупность многих национальностей и многих культур дает такой положительный результат. И сегодня присутствуя на открытии выставки не только Дмитрия Добровольского, но и его супруги Нины. И глядя на эти прекрасные цвета, на прекрасные мотивы этих картин, действительно на душе становится отрадно и радость.